привет ребята здравствуйте сейчас мы обсудим исход полуфинального матча канада россии у нас есть специальный гость заходи к нам кадр это александр пулю роберш это настоящий квебекуа ты родился в канаде да это просто в кибеке кибеке золотом газ кибеке 2008 года в каком году ты переехал жить в россии я приехал сюда днем авиакатастрофы на команды в септабре 2016 11 году в детском году когда до разбился локомотив 7 сентября это было и очень хорошо будешь по-русски ну неплохо я изучил в университете ргг.у сейчас я университете мигет я продолжаю изучать русский язык я я люблю этот язык сквозь ты приехал сюда за счет командировку тебя дорого это стоит сюда приехать на этом чемпионате я был в париже почти всегда но это мой первый день в кольне здесь и да я заплатил сам все а потому что я фриланс и когда я на чемпионат мира я подаю стать и поэтому я должен все третиться понятно у тебя есть какое-то такое общее впечатление об этом матче канада обыграла россию и при этом канада побеждает россию если мы берем только при тренере снарке потому что разные тренеры разные стили быков играл в одном стиле брагин молодежной сборной играет часто с канадцами другом стиле зарок играет в своем стиле он четыре раза игра с канадцами это был чемпионат мира 15 года два матча 16 году кубок мира контрольный матч пейсбурге потом был кубок мира полуфинал сейчас полуфинал четыре поражения что-то скажешь об этой игре и в целом почему россия никак не может победить канаду в этом сегменте но говорит только тренер это ваш проблем просидит когда у вас как и проиграете вы хотите меня тренер меня систем меня все ваши проблемы то вы играете против канады и если в детском хоккее 500 тысяч детей 500 тысяч детей на 500 тысяч детей что эта система не могут развить много игроков и увидите это сборные канады это может сборные сын и может быть сборные ты они могут делать 4 6 может 10 олимпийские сборные если мега мы смотрим средние сборные на олимпиаду поэтому если вы хотите обязательно лучшую сборную если вы хоть вам нужно минимальная развита больше игроки брошь брошь игроков и детском хоккей потом не сбудет шанс другие проблемы вас россии не так и работе эти были сейчас то чуть 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 лучше но вам нужно работать больше со скаутами потому что скаута не могут они будут смотреть кто играет правильно не могут знать что есть яс я вспомнил что знают на рок раньше когда они работал за соска он летал он летал как в канаду чтобы смотреть игроков я не так понимаю это так как советском союзе и тренер он делал все сам мне кажется что у вас много еще вам нужно меня то раньше только говорит то этот тренер он выиграл так и марку он выиграл нет меня тренера есть такая пирамид это большая сборка знаете это большой тоже разговор но ты скажи вот у вас если вы допустим канада сейчас проиграла что в канаде бы сказали про джона купера что в канаде бы сказали про сборную ли они бы забыли на следующее утро уже не говорили бы об этом поражении они будут только следующем году пробовать и играть еще не будет такого резонанса что там уголе не сколько журналистов будут говорит и есть буду этот тем это наша это наш это нашей работе так было но сборные они будут только фиксировать несколько вещи адаптировать чуть-чуть может быть следующий нас но не так больше потому что это один матч смотрите сегодня сегодня вы забили два раза потом у вас получили много удалений мне кажется что большинство удалений были правильные ну это один матч понимаете и чемпионат мира олимпиады это очень мало матч но если ваши стандарты так только на чего вам нужно если вы умеете для только одну сборную лучше чем канада это мы не могут делать например 10 и шил систем карады лучше но мне кажется что ваши стандарты там это это ком-то отиси в россии не хотите выиграть то все не смог иногда несмотря как но понял то есть грубо говоря есть это спорт есть один турнир одна сборная а ты говоришь что надо иметь просто детский хоккей большая большой выбор и чтобы было много сильных сборов с чем сильнее хоккей тем больше победы это поняла разборная будет я хочу вашей лиги это понятно сейчас давайте послушаем интервью артемия панарина она получилась очень колоритным и выбрал дима и я потом ты за после этого три вопрос старались играть смена ведь и бывает иногда когда ведешь такую сильную команду начинаешь нервничать отбрасываться время хватает людям жопа на самом деле стройне обиднее то что вели всю игру в принципе удаление постоянно завтра уже играть просто обидно и безобразие вода это самое такое то что сейчас поганые именно поражение да то что видя проиграли такое могли быть наконец оказались вот скажи на самом деле это согласен дима с тем что сказал артемий что действительно полная скажу это полная жопа давай скажем еще но да я написал в отчете полная задница может такие слова запрещены но что делать у тебя такое восприятие как у александра этого матча александр антиме вот александр он сказав что восприятие такое что канадцы забыли об этом пораженный здесь дète думать о детях развивать коктей думать о глобального не думать о том что здесь я могу думать о глобальном потому что я думаю об эмоциях этого матча у меня скорее состояние как портения никакой александра не такой отстранённая внутренне Потому что в этом матче лично для меня самое обидное, что мы не то, что мы проиграли, а то, что мы поддержали эту победу в руках во втором периоде, показали сами болельщикам и сами себе, что мы можем против Канады играть. А потом взяли сами ее, хоп, и мы отпустили. Потому что мы в третьем периоде свалились на, с моей точки зрения, абсолютно неправильную игру. Это, знаете, как в боксе. Вот ты ведешь по очкам и чувствуешь, и дальше надо думать, что делать. Можно пойти в размин, можно продолжать давить, можно даже уйти, если соперник пошел в глухую защиту, и потом на его на контратаке ловить. Но нельзя в боксе встать в угол и вот так вот просто отмахиваться, как попало от него. А мы начали вот эту шайбу действительно, как Артемий правильно сказал, по бортам выкидывать из зоны, давать канадцам. Очень мастеровитая команда ее отдавать без боя. И они получили, во-первых, пространство, получили возможность делать атаки, а второе, мы, во-вторых, это тоже Канада, она же сразу чувствует, что у нас немножко вот это вот затряслись руки, вот тут пошел характер. Ты думаешь, что-то затряслось, а не думаешь, что у кого-то, у игроков, у кого, у кого затряслось, кто это? Да я видел, да я видел, да я видел это потому, как шайба выбрасывается. Не, ну ты можешь как-то играть неправильно, но у кого конкретнее затряслось, там и такого не было, что кто-то боялся. Просто пошло все не так по тактике играть, и удаление это все схватили глупо. Тактика почему рушится, из-за чего? Из-за этого всего еще и Гарик потеряли, все пошло наперекосяк. Гарик потеряли уже под конец. Пошло все как раз после пропущенного гола в самом начале. Мы дали эту кровь свою почувствовать, и пошла Канада уверенно сразу, они начали нас там убить по своей привычке, и все, и мы растерялись и не могли понять, что с этим делать. Давайте тогда так, я буду говорить какие-то тезисы, догмы, которые есть у людей в принципе в головах и в интернете, да, что сейчас обсуждают, и то, что думаю я в принципе. После этого матча вы постараетесь это опровергнуть, а можете сказать, что все так и есть на самом деле. То есть, во-первых, вывод такой, Олег Знарок, конкретно матч с Канадой плохо проводит третий период. Если посмотреть три официальных матча с Канадой, это 15-й год, 16-й, 17-й, 2-9 по шайбам в третьем периоде. Мы проиграли 0-4 сейчас, 1-3 было на Кубке мира в Торонто, 1-2 было в Праге, но там было в принципе уже понятно, в 6-1, там третий период мы уже доиграли, то есть там во втором было 0-3. То есть, начинаем мы хорошо, и это нормально, начинаем хорошо, потому что мы знаем, что Канада идет вперед, она идет сразу забивать 1-2-3, делать результат. То есть, мы выстраиваем, и потом, вместо того, чтобы эту победу закрепить, вот конкретно при Олег Знарокеем мы в третий период проваливаем систематически. Это уже такая, какая-то болезнь, общая тенденция. Это вы согласны с этим? Мне кажется, что Канада только играла лучше в третий период, и поэтому ваши команды получили удаление. И потом они устали, они уставались, потому что когда тут всегда оборонят титул за четверть, игроки, они теряют энергию. Ну, это только один матч, понимаете? То есть, в каждом случае индивидуально тенденции здесь нет? Ты что думаешь? Ну, я соглашусь, пожалуй, где-то на половину или на две трети, да, потому что я, конечно, матч в Праге, это абсолютно другая история. Для меня лично, там, о третьем периоде, по-моему, уже нет смысла даже говорить, было при том счете и при той игре, какая была. А вот два матча на Кубке мира и сегодняшний, они действительно очень похожи. 2-2 после второго периода была на Кубке? Да, мы вели тоже, там, по ходу второго. 2-1 было, да. Было счет 2-1. Вот у меня тоже такое впечатление, что мы начинаем у Канады выигрывать, а когда мы ведем счеты, мы не знаем, что с этим делать дальше. Мы теряемся. И вот тут надо что-то с этим вот думать и в том числе тренерскому штабу вырабатывать какую-то тактику просто. Вот мы повели у Канады, что дальше делать, потому что мы в оба раза начинаем инициативу отдавать и выпускаем ее. Ну, единственное, я скажу в пользу Олега Знарка, что для меня вот эти три матча, как вы можете сказать, да, вот мы три раза играли. Матч этот, который контрольный, я его тоже выношу за скобки. Ну, мы там проиграли в овертайме, мы тоже... Там не до ответственности. Ну, как это? Ты играешь в Бейсбурге, сильнейшей Канадой. Ну, ладно, у тебя твое, у меня такое мнение, я матч контроля не считаю никогда. Вот. И все-таки от матча к матчу, я считаю, что наша сборная играет все лучше и лучше. Вот если брать Прага, Торонто, Кёльн, в Кёльне мы сыграли из этих трех матчей самые лучшие матча. Ну, ты понимаешь, что Канада сейчас слабее и слабее с каждым этим матчем? Слушай, мне надоели эти сказки про более слабую Канаду. Нет, ты не можешь сравнить 15-й год, в 15-м году играли Кросби, Сигин и все остальные. Кубок мира и там вообще были сильнейшие. Сейчас третий состав таран. Это дело канадских тренеров, кого предусматривает. Хватит говорить третий состав, у нас в НКЛ 30 клубов, я уже устал об этом писать. 26 из них могут принимать, игроки из 26 могут принимать участие в чемпионате мира. Никто не мешает, по срокам Кубок Стэнли не мешает. Вот у нас приехали, Кузнецов и Орлов выиграют, вылетели в полуфинале конференции, да, как там правильно. Все, 4 клуба все не играют. Неужели 26 клубов мало, чтобы сделать хорошую сборную для желания, субстанала. Хватит уже говорить эти сказки, тренер пусть берет, кого хочет. Так, сказки не сказки, но силы команды все это немного разные. Так, давайте теперь послушаем Вячеслава Быкова. Тот конкретный кусок его большого интервью, которое было перед этой игрой, где он рассказывал о Канаде как о такой систематической силе. Канадцы, они достаточно профессионально подходят к каждому матчу. У них нет перепадов больших, хотя команда тоже молодая, талантливая. Но, видимо, внутри у них есть ядро, которое дает им возможность канализировать всю ситуацию подготовки. вне матча, внутри матча, и это их сила. То есть, видимо, у них создан уже внутренний такой стержень, который им дает возможность двигаться стереноправленно к тому, к чему они хотят дойти. То есть, вот когда Быков говорит о том, что у Канады есть ядро, то есть, она играет всегда стабильно на своем уровне, и она не падает в какую-то яму, но там были такие редкие случаи, например, когда 8-1 в Монреале, кубок Канады 1981 года, ты еще не родился тогда, наверное, но Канада просто бросила играть в течение периода. 8-1 был непоказательным, хотя там был 0-0, после первого, и третьяк все тащил. То есть, тогда Канаду удалось сломать, но Канада, в принципе, никогда не ломается, и то, что мы видели в этом матче сейчас, она не сломалась при счете 2-0. Вы согласны, что у России сборной в этом матче этого ядра как раз нет, и Россия как раз сломалась? Смотрите, мы будем говорить о другом матче, когда Канада играет против Норвегии, в Ванкувер, после 30 минут это было 0-0. Они забили один раз, матч закончили 8-1. Почему? Потому что игроки Канады играют в Норвегии, есть 82 матча без паузы, без перерыва, и потом у них есть плей-офф. Они начинают медлены, они заканчивают сезон как поездка, понимаете? Когда они играют, для них 60 минут в чемпионат мира это как ничего, это просто ничего. Но ваши игроки или игроки в Европе это всегда так. У вас нет, вы играете против Норвегии, у вас меньше, меньше, меньше энергии. Вы видите, игроки из Норвегии в сборной Канады без энергии, никогда не, понимаете? Взял один. Да, это тоже календарь разный. Я не понимаю, почему у вас такой перерыв, не конечно, что это футбольная система. Имеешь в виду окна на Евротур, да? Окна на Евротур. В Евротур, как премьер. Понятно. Дима, что скажешь? Я скажу, что Быков, конечно, гениально, вот этим разговором про ядро предсказал ход сегодняшнего матча. Действительно, вот это вот ядро у канадцев осталось после двухнули, оно выстрелило. Но говорить, что у нас не было этого ядра, я тоже не стал бы, потому что все-таки, ну, надо сказать, что для нас третий-то период просто сложился сам по себе. И вот этот решающий период, он сложился крайне неудачно, потому что получили мы сразу первый гол в меньшинстве на первых секунду буквально чего. Ну, нельзя было допускать, потому что, опять же, это Канада, это все равно, что вот вампиру дать крови своей, попробовать, а потом пытаться его удержать, чтобы он тебя не разорвал. А второй, все-таки, пошли потом удаления у нас подряд, я не знаю, там, судьи начали чуть-чуть подравнивать, может быть, это такая ДНС существует где-то, может быть, наши начали ошибаться, потому что канадцы взвинтили темп, начали действовать намного быстрее, и они все единоборства за шайбу в нашей зоне выигрывали и зажимали нас в зоне очень сильно. Ну, наши пластались, не то, что они бросили играть и развалились, может быть, развалилась система игры, а игроки-то продолжали сражаться и сказать, что они вот опустили руки и разъехались, нет. Ты же сказал, задрожали. Садрожали, но такого не было. Хорошо, давайте послушаем Олега Знарка, то, что он сказал после пресс-конференции журналистам. Можно сказать, что это Канада была абсолютно проходимой? Что? Что это Канада была абсолютно проходимой? Ребята, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая команда. Это обидное поражение и для меня, и для команды. Очень обидное поражение. Потому что команда билась с первого до последнего метра. Мне упрекнуть практически, я даже не знаю, кого. В третьем периоде получилось так, что выстрелили во всех трех удалениях, которые выстрелились, а потом пошли все-таки головицы. Средства сбились? Ну зачем, ну мы же видели там, те люди, которые от оборонялись, потом уже вышли и играли 5-5 и разрешили. Какая-то была усталость. Вы сказали, что ребята портфируют не в чем. А Ася, а можете упрекнуть в чем-то? Вас могу. А меня-то за что? Такие вопросы. И посмотрим протокол. Интересные цифры есть в протоколе. Во-первых, очевидный герой этого матча Сергей Андронов. Три раза его могли очень жестко сломать. Я думаю, может даже какая-то травня у него есть. Сейчас об этом он просто не сказал. Попадал под силовые приемы. Выложился под шайбу. При этом 12 выбрасываний. При этом он выиграл. Восемь проиграл. 60% это очень хороший показатель. Но у него минус 2 за полезность. На контрасте. На контрасте Вадим Шибачев. Центр фору по сути первого или второго звена. Как считать, да? Атакующий. Минус 8. То есть он 0 броса не выиграл, 8 проиграл. Кузнецов. 5 броса не выиграл, 11 проиграл. То есть как-то у Кузнецова тоже не очень это пошло сегодня. У Канады лучшим был Райан Урайли. 14 выиграл, 8 проиграл. Но мы знаем, что Урайли большой спец на браснях. Потому что это один из базовых компонентов. Игра идет. Когда в большинстве Шибачев становится на брасне, проигрывает и сразу большинство не может закопиться в зоне. Шайба выходит. По броскам 37. Нет, по броскам у нас 28. 28, у них 38. Вот скажи, есть мнение, например, о Вадиме Шибачевке, потому что мы знаем, что он едет в НХЛ, едет в Лас-Вегас. Как в НХЛ относится к этому важному компоненту брасне? То есть человек 0,8 на брасне, они будут говорить, ну да, он там новичок, ничего страшного, подтянет. Или они будут его ругать с первого дня. Это важный компонент или это такая цифра, как просто статистика? Ну, но в НХЛ, фейс оф это очень-очень-очень важно. Мне кажется, что как много игроков, которые перейти в НХЛ, они будут смотреть, какой проблем у него есть и что он должен решить. Вы знаете, когда была открытная тренировка ЭЦСК в прошлом году, я видел Федоров, он взял тренировку фейс оф. Много он видел с доказательствами. Но, вы знаете, когда мы смотрим тренировки, в Канаде, они делают много вещей, что это очень специфически для каждой вещи. Но мне кажется, что в НХЛ, если они видят, что есть настоящая проблема, потому что один марш, иногда, когда это не получается, это не получается. Но мы увидим, они будут пробовать фиксировать, если это не работает, может быть, они будут менять его, они как центральный... Но на краю не поставишь, я не видел на краю ни разу. Они могут делать много вещей, по-своему. Дима, вопрос к тебе. Что творил в этом матче наш капитан Белов? 14 минут штрафа, причем те минуты штрафные, когда ты сказал, в третьем периоде нам удаление не забили, да? То, что там не реализовали, но 14 минут штраф. Это было, по-моему, до этого, во втором. Нет, нет, во втором, а в третьем тоже удалялся. То есть 14 минут штрафа, это капитан. Нет, подожди, у него 2 плюс 10, не надо думать, что я 4-16, он 7 раз удалялся. Нет, 2 плюс 10, у него, подожди. Вот у него, вот, в третьем периоде. То есть удалился во два раза. Кросс-чекинг в третьем периоде у него 2 минуты и 12 минут во втором. Нет, 2 плюс 10. То есть он 2 плюс 10. То есть он удалился два раза, но что? Ну, как? Бывает удаление матча с Канаксами. Я не знаю. Тут за это осуждать. Тут за два удаления матча с Канаксами я бы не стал струбаном рассудить. Так, хорошо. Чего нам ждать от матча, перед тем, как мы перейдем к вопросам болельщиков, чего нам ждать от матча за бронзу? Вот такой вопрос. Тебе, тебе. Мы берем, допустим, бронзовый матч со шведами сильными, да? Они очень сильные. У них там 20 хайлсов, Лунгвис, Бэкстрим. Или мы, допустим, берем бронзовый матч с финнами. То есть, как, грубо говоря, такой небольшой реванш за прошлый год Чемпионат мира. Вы будете довольны? Ты доволен, ты доволен. То есть, если ты просто не болеешь сборной России, смотришь на нее, то есть объективно, это хороший результат будет для сборных по итогам Чемпионата мира. Бронзовая медаль. Бронзовая медаль, это всегда хорошо. Мне кажется, что в Сочи на Олимпиаде, если били бронзовый, ситуация будет разная сейчас. Нет, это когда на Чемпионат мира сборная выиграет медаль, это всегда хорошо. Если нет другой шансы сейчас, серебряй ты не можешь, если ты проиграешь, матч серебряй ты не можешь получать. Сейчас они должны готовиться за бронзовую медаль, мне кажется, что будет хорошо. Но они проиграли против сборной полной на Хеллице. Пойдем? Ну, я скажу так, что бронзовая в любом случае, конечно, да, это результат неплохой. Надо обязательно за нее играть очень серьезно, чтобы с медали уйти. Потому что уходить с турнира с двумя поражениями к ряду, это очень плохо и для болельщиков, и для игроков. Но лично для меня, конечно, как бы мы ни сыграли матча за бронзу, главным был матчем полуфинал с Канадой. И у меня все равно останется разочарование от этого турнира, где мы могли сделать больше, чем сделали. Мое мнение такое, что если Россия берет бронзу, неважно в матче с кем, то это тот уровень, та задача минимум, которая, в принципе, была перед нами на этом Чемпионате мира. То есть это бронза, это нормально. Не будет медали, это уже будет плохо, плохое. Но если бы мы просто вышли в финал, то это было бы хорошо. То есть это было бы такой, не то что прыжок выше головы, прыжок, даже я бы не назвал прыжком выше головы, если бы мы взяли золото. То есть это бронза, это то, что мы должны делать, минимум. Все остальное, это была задача максимум. У нас все эти пока не получилось. Вопросы зрителей. Тебе, наверное, даже. почему в НХЛ нет главных тренеров из России? У них есть такое негласное правило не брать их, или они считают, что у них есть люди со своей системой, надо брать АХЛ, и у них вот этот такой цикл есть, и человек из России просто не вписывается. То есть там ни Знарог, ни Быков, никто в НХЛ не работал. В Беллидинах работал помощником. Ну разве только из России? Нет, вопрос про Россию. Там были европейцы, там был чех работал, финн работал, но главных из России не было никогда. Ну главное, потому что у них есть достаточный тренер, главный тренер Северо-Америки, когда вы смотрите, система так огромная, есть так много юниорских команд, есть так много клубов в АХЛ, в Вискослик тоже, но на каждой уровне есть много-много талантливых тренеров, и такие почему смотрят в Европу или в России, они могут брать просто дом. Вот так. Саша, а помнишь, ты мне рассказал этот интересный момент, как-то мы спорили с тобой, и ты сказал, что вот в сборной надо уже по-другому штаб покомплектовать в принципе. Не один главный тренер, а чтобы там у каждой пятерки был свой наставник, который с ней работает по ходу матча, с ней следит. Вот ты бы не мог эту позицию вызвать, потому что мне вот интересно очень погадалось тогда. Я запомнил это, и может быть нам стоит переходить как-то нашей сборной на такой уже принцип работы с командой. Получится ли у российских тренеров так? Просто непонятно. Стоит ли в сборной делать, как в сборной Канаде рассказывал, каждой пятерки свой наставник? Нужно ли это для нашей сборной так? Получится ли в нашей сборной такое? Я не уверен на самом деле, что это именно так, что там у каждой пятерки свой тренер. Потому что я понял, что это не что, я просто сказал. Я сказал, что… Там штаб большой действительно, они берут. На Олимпиаде? Нет, на самом деле я, наверное, отвечал. Ага, но это не было каждой пятеркой. Это потому что, когда я был на Олимпиаде, я сказал, это на деревне, есть много неофициальных тренеров, много тренеров из Инахилчка, крутые, они были на списке. Но он был так, как специалист, чтобы помогать просто. Ну, это так, это интересный вопрос, потому что, когда Канада едет на Олимпиаду, есть так много специалистов, что если Боб Кок, он очень знает, что лучше, что лучше сделать против такого игрока, такого соперника, да, он может, говорит, скрут жилье за Биржевым, что сделать с ним. Но это не система, где каждой пятерки есть его тренера. А, это просто ты можешь подсказать, да? Да, это уже все смеси, у нас много знаний, что они передат. Но мое мнение, на самом деле, такого в России быть не может, потому что у нас у тренеров, у каждого тренера большого эго. У нас невозможно представить себя в одном штабе. «Быкова», «Знарка», «Квартального», «Белядинов» вместе. Они не смогут работать. Ну, это… Когда пришел «Белядинов», у него спросил я, «Вы хотите там посоветоваться с «Быковом», чтобы он передал вам опыт?» «Белядинов сказал, «Мне это не нужно». Когда пришел «Быков», он не принимал опыта Крикунова. Не думаю, что «Знарок», о чем-то будет общаться. Там с «Белядинов». У нас каждый тренер как царь. Ну, не знаю. Каждый строит команду под себя. Никто не собирается работать вместе. Не очень смешно. Потому что лучший момент в истории Окия и СССР – это когда они взяли Тарасова и Челничева вместе. Я согласен с тобой. Почему нет? У нас же это было все в истории. Причем в самый недавний. У нас в 2005 году был Крикунов, а у него помощником был Борис Михайлов. У него что, у Бориса Михайлова эго нет своего? У него эго лучше, чем у «Белядинов» из «Знарка» вместе взятых. Он сам был тренером сборного. Пошел спокойно в помощники к своему другу и подсказывал ему там все, что есть. Почему часто наши тренеры не могут этого сделать? Для меня это тоже загадка. Еще вопрос от болельщиков. Считаете ли вы, что это поражение от Канады тренерское? То есть, где-то тренер сделал не так. Может быть, это даже сделал не сейчас, а, например, по ходу турнира. Сразу в голову люди приходят, они пишут, заявили Ничушкина, не взяли капризу, например. Что Ничушкина показала до этого времени? Может, какая-то силовая работа была, силовая приема, паха. Она, в принципе, была нужна, чтобы выстоять. Или еще какие-то, например, взяли мазяки, он сразу сломался. То есть, это поражение тренерское. И опять же, многие пишут, нужно ли менять тренера сейчас. Но это еще такая... Как то, что ты говорил, да? У нас специально хотят тренера менять. Вот менять его сейчас, перед эллипистой сезона. Это еще эта ситуация, что... Вы знаете, сколько генерального менеджера есть в Монреале? Миллион пятьсот тысяч. У каждого человека есть свои смесли. У каждого человека есть свои любимые тренер, свои любимые скауты, свои любимые центральные нападущие. За три года у нас была война, почти гражданская война. Что лучше среди Аллак и Парайс, потом, что лучше среди Каеву и Ковалева. Ну, я уважаю болельщиков. Ну, и они могут писать, что они хотят. Это нет проблем. Но мне кажется, что это в будущем будет решат Федерации. И решат Федерации, и решат тренеры. И посмотрим. Ну, это все. Дима? Я против того, чтобы тренера меняли. Потому что... Вообще непорядочно. Дали человеку работать четырехлетний цикл. От Олимпиады, от Олимпиады. Пусть работают. Потому что он покажет, тогда будем менять, обсуждать. Пока, я уже сказал по матчам с Канадой, у меня вот есть ощущение, что знарок прибавляет с каждым матчем с ним. Для меня Канада как бы как оселок, да? Я делаю. Понимаешь, я все-таки к этой теме вернусь. Понимаю, что она у тебя вызывает раздражение. На Олимпиаде мы побеждаем Канаду, в которой не будет игроков НХЛ, в которой будет там главная звезда Хрисли. И ты скажешь, вот наконец-то знарок пришел к этой цели. Лучше, лучше, лучше. Мы Канаду победили. Ну, получается так. То есть все-таки надо смотреть на составы? Составы. А что нам теперь не побеждать? Нет, нет. Побеждать, но ты говоришь, что мы прибавляем с каждым матчем. Мы в третий период проиграли 0-4 с Канадой. Проиграли. Так. Ладно. Я, в принципе, свое мнение высказываю. Если проиграли, то 0-4 не говорит о том, что сборная Канады слабее, правильно? Да. Высказываю. Каждый год сборная Канада берет на чемпионат мира нового тренера, и это нет проблем. Когда Бабкок слабонный, он идет на Олимпиаду, всегда это да. Обычно они смотрят, кто нахрен слабонный сейчас или другой тренера, который не работал в этом году, и что такое. И потом они делают специфический план, чтобы выиграть золотой. Но такие планы, как экономия Советского Союза, где есть планы за 5 лет, мне кажется, что не нужен хоккей. Ты должен смотреть, какие элементы у тебя есть, что слабоны, потом ты делаешь, нисколько теста, потом ты играешь. У нас такой случай был на самом деле два раза на нашей памяти. Это был Знарог, когда он принял сборную после Белядина, когда Билла сняли в марте, и Знарог принял сборную и взял с ней золото. Причем он был поначалу в шоке. То есть он собирал команду, некоторых игроков вызывал уже с каких-то топических островов, потому что он просто сказал, вот бери. Причем мы сказали об этом не как тренером НХЛ в апреле, когда команда вылетела, а ему сказали в марте, чуть-чуть заранее. Но все равно была такая абсолютно неразбериха, и в честь хвала Знарогу, что он в этой ситуации взял золото. Потом эта ситуация была, если не ошибаюсь, там еще Прикрикуновев, там по-моему, я не помню. Прикрикуновев, по-моему. Прикрикуновев, как пожарник, только он золото не взял. Это, по-моему, как раз когда Белядинов отказался от сборной, был готов работать только на московских евротурах. Там весь сезон был опор, коллеги говорят, непонятно, какие-то разные люди возили у нас на евраторию, я помню. В конце концов сказали, возьми хотя бы Василий Чты, вот ты выиграл чемпионат, возьми сборную в Христораде. Вот, вот, да. Он за две недели ее взял, и, в общем-то, неплохо там сыграли. То есть, когда система в Канаде, то, что считается таким принципом, да, базовым, то есть, тренер в апреле освободился, он набирает команду из тех, кто есть под рукой, там уровень хоккея сильный, он может действительно собрать сильную сборную или такую, или такую. У нас получается сборная как брошенка в такой ситуации, то есть, тренер должен работать весь цикл олимпийский, как я считаю. То есть, если сейчас, например, снять с нарка и поставить любого человека, да, там, Воробьева, Квартального, Быкова, то он эту команду не вел из три года к Олимпиаде, да, и, то есть, он потом скажет, вот у меня бросили на абразур, вот результат нет, там медали, да. То есть, это все-таки у нас работают циклы олимпийские, поэтому с нарком пускай работает до Кореи, и я спросил у Хариса Витальденша после тренировки здесь, в Кельне, перед матчем с Канадой, «Думаете ли вы о том, там, может быть, о чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге?» Он сказал, что мы об этом вообще не думаем, мне показалось, что решение о том, оставаться ли в сборной вообще, то есть, не то, что там снимать с нарками нет, а о том, что оставаться в сборной примут сами тренеры и примут именно после Олимпиады и чемпионата мира 2018 года. И главная цель уже, и главное, как они из этой сборной или останутся в ней, или уйдут достойно, и зависит все от результат именно в 2018 году. Сейчас нет золота, да, это очень плохо, сейчас нет золота, но если не будет золота на Олимпиаде, то это значит, что все эти четыре года мы что-то делали неправильно. «Я просто Александру еще вот отвечу, чтобы ему понять, просто в НХЛ, да, у вас в Канаде, там, лига всегда на первом месте, да, сборная на втором, у нас, в принципе, не так, потому что у нас лига не зарабатывает деньги, а государство вкладывает деньги в лигу и в развитие, и поэтому у нас во главе угла успеха именно сборная, поэтому судится, правильно мы вложили деньги или неправильно. Вот в чем дело, когда у нас станут такие коммерции, как у вас, может быть, когда-нибудь, тогда мы перейдем, скорее всего, на вашу точку зрения, но сейчас это просто вот дали бюджет добиться результатом под это дело, поэтому у нас сборная, четырехлетний цикл, пятилетка, как ты правильно сказал, только четырехлетка теперь, и вот надо сделать то, что намечено». Ну, я считаю, что когда Кахахел работает всегда с много лимитов, с много лимитами и все эти вещи, если они не могут делать свой бизнес нормальный, потом, конечно, эта лига никогда не будет зарабатывать, и потом у вас будет еще государство. Мне кажется, что Кахахел должен получить большее слово, но если вы хотите закончить эту транзисцию к бизнесу, если нет, они будут всегда тратить много-много денег за средний игроков, за лимит, они будут всегда, они будут, они не получат много денег за правой телевизион, потому, что есть такой рынок, как, знаете, регионы, где мы не можем зарабатывать. Мне кажется, что когда они говорят сокращать количество российских клубов, это правильно, но ваши проблемы, естественно, это мандеритет, это кульсур. Люди-то, как если они смотрят в Кахахел, когда есть это позорная лига. Мне кажется, что люди, они должны гордиться играть в Кахахел, должен инвестировать, вам нужно инвестировать больше в Кахахел. Есть клубы сейчас, что в Кахахе, они не делают ничего, но они могут поддержать и они могут сделать Кахахе очень лучше. Это так, когда у вас будет очень сильный, эффективный второй уровень, ваш первый уровень, будет выиграть много от этого. Это правильно, да, точно, глобальный вопрос. Это глобальный разговор, но да, но он, в принципе, правильный, потому что Ахейл – это подпитка для НХЛ, если мы говорим об этом, потому что из Ахейл приходят и тренеры, которые сразу же берут Кубок Стэнли в первый же год, да, как Байлс мы сделали, например. И оттуда берут игроки, как там, например, у Питтсбурга по составу сломалось, берут игроков, они успешно играют и вплывут даже постоянно. И давайте мы разговор наш закончим тем, что каждый по 20 секунд буквально сделать какое-то резюме из этого матча. И может даже как-то обратиться к болельщикам, какую-то свою главную мысль донесет. Моя мысль в том, что не надо делать какой-то трагедии из этого матча, мы проиграли канадцам обидно, я понимаю, какой у людей осадок, потому что ты ввел 2-0, и у тебя получился облом. То есть просто мы все обломались. Это была победа над Канадой, но это была демоверсия, пробник. То есть мы почувствовали, как это можно побеждать, но в итоге в финале будет играть Канада. Поэтому как ты выходишь, допустим, из кинотеатра после плохого фильма, ты же не будешь там неделю биться головой об стенку, что ты потратил деньги на билет. Но так получилось, получилось неудачно в этом матче. Но в целом я получаю большое удовольствие от этого чемпионата мира, от атмосферы в команде, от Кузнецова, от Панарина, от других ребят. Вы видите, какие они дают интервью, какое настроение. То есть изнарок прав в том смысле, что команда собралась очень хорошая и перспективная. И это наша гордость и достояние. То есть за этой командой будущее на ближайшие 10 лет. Я вижу, что сейчас происходит смена поколений. То есть уже Овечкин считается ветераном. Я не думаю, что он бы в эту команду вписался так легко. Он бы был своим парнем все равно, но он бы был уже таким возрастным игроком, как там Ковальчук, Дацук. То есть даже Малкин, хотя Малкин гениальный игрок, я думаю, никому бы не помешал. Но сейчас идет новая волна. И давайте получать какое-то удовольствие. Тем более, завтра нас ждет матч за бронзу. Получилось немножко длиннее, чем 20 секунд. Но я надеюсь, что вы в драмате все-таки ложитесь. Скажешь, Саша? У вас, мне кажется, что в этом году вы получили 7 побед на 9-м матче. Есть что-то полезное. Есть много игроков из Кахилл тоже. Мне кажется, что уровень лиги неплох. Мне кажется, что болельщики должны быть рады. И я видел команду на льду, которая хотела бы играть. И доказывали, что они хотели бы играть. Спасибо. Ну, а я скажу в заключение, что несмотря на поражение, матч-то получился красивый. Матч получился с великолепным хоккеем в исполнении обоих команд. Это был замечательный сюжет на самом деле. Вот если отрешиться от результата, который не в нашу пользу, то это просто великолепно. Мы сначала давим второй период, вроде бы выиграем в одной коллекции, потом все переворачивается благодаря одному голу. И мы все его выстрелили. И, наверное, ни на секунду не расслабились, пока его смотрели. Потому что с точки зрения хоккейного действия, это просто великолепный был поединок. Пусть такие поединки будут у нас все на чемпионате мира без проходных матчей. А самый-самый блиц мы сделаем, потому что после второго периода Швеция ведет 3-1 с финнами. И мы дадим краткий прогноз на... Представим, что будет бронзовый матч России-Финляндия. Я даю свой прогноз, что Россия победит. Ну, да, надо уходить все-таки с победы, с любого турнира.